В рамках 10-го станфестиваля я получил приглашение провести мастер-класс. И вот с удовольствием представляю своего, можно сказать, бывшего ученика, потому что Степан учился у меня пока на факультативе композиции, будучи студентом фортепианного отделения. А теперь консерваторию закончил как пианист и продолжает обучение как композитор уже в классе Александра Ильича Чайковского, моего учителя. Поэтому с удовольствием вам его представляю. Мы сейчас проведем такое занятие с произведением, которое Степан нам представит, сыграет, и мы попытаемся что-то с этим поделать. Такая лаборатория. Мы сейчас поработаем над небольшими фортепианными пьесами. Как вы хотите, Степан, исполнить это целиком или по одной? И разговор, что просто как у вас это мыслится? А давайте, может, по одной, Кузьмин Александрович? Давай. Это вполне логичнее будет. Кузьмин Александрович. 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 когда вот я это сочинял год назад. То есть это какая-то система тут тональная или что? Вроде того, да. Потому что здесь у вас был себе моль до, соль, фа, диез. Почему не до, ре, до, ре, соль, фа, диез? Здесь просто любопытно, я не говорю, что это хорошо или плохо. Просто с чем это связано. Ну и если просто ощущение, тоже бывает. Да, да, скорее вот ощущение, да, вот интуитивное. Чувствуешь, что да, вот. Потом смотрите, есть какие-то моменты, я сейчас не по музыке говорю, по музыке мне все нравится. По поводу записи. Вот вы здесь делите, да, между двумя руками вот этот пассаж? Теоретически это можно и одной сыграть. Ну, удобнее играть двумя, конечно. Вот желательно так и записать. Потому что представьте, что если ваш нот и кто-то берет совершенно другой человек и пытается это сыграть, он будет пытаться это сыграть одной рукой. Вот. А здесь, мне кажется, эта сложность будет не очень оправданная. Вот. Мне очень нравится эта пьеса. Она, знаете, как-то получилась очень нестандартная по форме. У вас здесь два раздела, которые как бы между собой не связаны. Вот. У меня есть момент такой, скорее он связан с исполнительством, но и с композицией тоже. Вот, во-первых, попробуйте здесь вначале не пиано, а пианиссимо. И очень-очень ровно не делать вот этих романтических немножко придыханий. Та-та-та. Вот смотри. Это там-там-та-та-там-па-па-па-па-па. Такое, знаете, неумолимо ровно. И только в конце можете дать. Тогда вот это ваше апьечери здесь, да, прозвучит как совершенно новый какой-то момент. Вот попробуйте сейчас. Такие вот детали, как ни странно, могут сильно изменить музыку. Вот попробуйте сейчас. И вообще на пианиссимо начните, может быть, с левой педали. Да, ну уже. Мне кажется, это гораздо лучше. А-а-а-а. Да, ну вот Пассажич свободно играет. Смотрите, вот это не конкретно к данному сочинению. Исправлять ничего не нужно. Но вот гипотетически, как можно было это повести? Вот у вас здесь есть две линии. Одна явно мелодическая, довольно интересно сделанная. Есть вторая линия. Это вот эти вот такие как бы шаги, да, или капли. Я не знаю, как назвать. И вот смотрите, что у вас здесь делается. Да, у вас здесь кричат, которые, кстати, вы сами не очень хорошо соблюдаете. Вы как-то знаете, это, как ни странно, играете скорее как композитор, чем как пианист. Вот, менее дисциплинированно ко всем вот этим вот вещам. Сейчас попробуем симпровизировать такую вещь, да. Попробуйте сейчас вот начать очень тихо, очень осторожно. Вот. И здесь вот попробуем сейчас доразвить эту мелодию. Вот она у вас как-то в диапазоне, по-моему, октавы, да. Да, не больше октавы идёт. А попробуйте, вот как у вас идёт так. Я сейчас играю. Я сейчас просто импровизирую. И делать всё время крещендо, не сдавая его, да, не опуская, да, вот диминуэндо. И то же самое здесь, вот эти вот капли, и ещё больше разбрасывать, да, чтобы у вас была одна линия вот такая вот тянущаяся, да, как бы медленная музыка. А в другой стороне у вас вот эти вот скачки, вот эта мелодия, это как бы быстрая музыка. То есть у вас будет полифония времени, да, то есть быстрая и медленная. Попробуем сейчас импровизировать это, да, и довести это до какой-то точки, да, определённой. Причём, смотрите, как попробуем. Здесь доведёте до, там, форт или фортиссимо, и просто вот такой лёгкий пассаж, который вот нас как бы оставит недоумение, почему она так закончилась. Да? Ну, давайте попробуем вот эти. Ещё тише, да. И пока держите эти крещенды. Ну, давайте попробуем вот эти крещенки разливают диабазон. Ну, да, 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 да. И пассаж. Вот такой вариант лечения, да, мог бы. Мы сейчас это говорили не потому, что у вас в этой пиесе этого не хватает, а мы сейчас это попробовали в качестве, как можно развить материал, да, заявленный. Если бы у вас это была какая-то более крупная форма, вы могли бы именно вот таким образом это распределить. Но вообще, я хочу сказать, что вы большие шаги проделали, потому что те фортепианные произведения, которые вы раньше писали, это здесь, конечно, более самобытное и более как-то что-то, наверное, ваше. Так что с этим я вас поздравляю. Давайте вторую пьесу. С удовольствием. С удовольствием. С удовольствием. Скажите, а где у вас здесь более важная мелодическая линия? Пожалуй, это... И было вот именно в спирале, а потом сюда, сюда? А вы можете сейчас попробовать это сыграть, чтобы это было слышно? У вас сейчас все, вы играете, у вас контрапункты и все в одну как бы в кучу свалина. Надо попробовать развести. А не хотите вот после этого, я понимаю, может быть, это банально покажется, но все-таки попробовать сейчас вернуться к этому аккорду в конце. Только попробуйте его взять на актову выше. И уже не на мецфорте, а на такое форте хорошее. Хорошо. Но где-нибудь отсюда начните, чтобы... А, я хотел в качестве... И отпускайте. Нет, отпускайте так, как здесь вот. По одной. Мне кажется, это лучше. В данном случае это не будет такое, знаете, намеренная неестественная реприза, а это будет у вас какой-то, знаете, вот такой аккорд, лейт аккорд, который повторится здесь. Да? Вот. А потом, смотрите, вот ведь, если посмотреть, ну, у больших мастеров, у всех, у Брамса, у Шумана, да, у Прокофьева, то мы увидим, что каждый пласт проработан просто максимально, да, несмотря на то, что это мелодия, или это контрапункт, либо сопровождающий какие-то подголоски, либо гармония. Каждый пласт, он у них как бы проработан. Вот у вас есть аккомпанемент. Вы, это просто, вот, надо так играть. Да, да, как такое колыбяйное помячивание. Ну, вот, смотрите, есть вариант, как это исполнить. Сейчас я педаль. Да, пожалуйста. Вот есть вариант, так сыграть. Просто. Вот. А есть вариант, так сыграть, смотрите. Что я хочу сказать? Могу карандашиком? Пожалуйста. Вот, вот, смотрите, вот здесь, сюда лига и сюда. Она тут же, а здесь надо поставить портата. Она тут же приобретет объем, эта фраза. Она, как бы, получается более многогранная. И так же здесь, смотрите, там. Та-ра. И тогда покачивание будет более такое колыбельное. А у вас сейчас, оно немножечко, знаете, почему я говорю про аккомпанемент? Он у вас немного просто обслуживающий. А хорошо, когда вот эти вот внутренние голоса, они также логично развиваются, как мелодия, да? Понимаете, о чем я говорю? Да, конечно, понимаю. Потом, смотрите, у вас, это просто как предложение, это не обязательно делать. У вас есть еще один подголосок. Это сопровождающая, да, мелодия? Это вот эти вот. Верхний голос, да. Это Ре, Соль. Да, все верно. Вот я для того, чтобы это было, может быть, опять же, объемнее, более контурно выделялось, я бы какие-то из этих нот брал более широко, и не боялся бы сделать, вот, например, так. Понимаете, более широко их сделать. То есть, и это тут же вам, как пианисту, даст больше такой трамплин, чтобы это тоже надо сыграть деликатно, правильно? Ага. И у вас этот параметр, он заиграет больше, да, красками, вот здесь вот. Вот это вот, например, на октаву выше. Вот. И с этим можно продолжать работать. Например, здесь, та-та-та. Вот это вообще можно сделать на две октавы выше, да? Это пятнадцатый этап. Да, пятнадцатый. Я их двадцать два порой рисую. И тогда у вас, но тогда надо проработать вот эти линии отдельно, чтобы у них своя траектория развития была. Ну, вы, разумеется, играли при Люде Шопена, да? Ну, конечно. Я вспомнил тему бабочек Шумана, где... Там есть... Это соль. То есть... Не та, как вот держится эта соль, она была совершенно... Да. А я хочу сказать, что если вот проанализировать музыкальную ткань Шопена, то там у него каждый пласт максимально, он выдерживается от начала до конца и имеет свою линию развития. Нигде он не брошен. Если вот, например, у вас, я к чему, что у вас здесь, например, на восьмерку, да, где-то еще здесь, где-то еще... А можно и вниз. А можно и вниз, а вот здесь вот, скажем, точка, где самая верхняя будет точка, понимаете? Ага. И вниз может было где-нибудь вот здесь, например. Грубая, да. Да. И то же самое здесь уже у нас будет лига вот отсюда идти сюда. Я, кстати, что вам скажу, Кузьма Александрович. Секундочку. Да, да, да. Простите, перебил вас. Вот. Видите? Потом скажу, да. Вот такие чуть-чуть и такое слово, если я скажу, они могут сильно изменить суть музыки. Как Гёте говорил, дьявол в мелочах кроется. Да, вот из таких мелочей у вас может быть... Они могут резко, ну, изменить ваше произведение. Да. Да, что вы хотите сказать? Я вам больше скажу, что и то вот, что там то в 1-й октаве, то во 2-й, то в 3-й даже вот хотя бы эти подголоски, это тоже было продумано и проработано. То есть я уже об этом заботился, но я с вами абсолютно согласен, что надо еще дальше идти. Знаете, иногда вот когда в момент сочинения какие-то вещи можно упустить и иногда произведение должно полежать, чтобы потом с прошественного времени более свежо на них посмотреть. Уже немного как бы посторонним взглядом, когда становится все яснее. Вот. Может быть. Опять же, все, что я вам сейчас говорю, это ведь у вас готовые произведения. Это не значит, что надо бросаться изменять это. Это просто как бы можно было сделать. Да. Вот. Хотя в них есть прелести вот в таком виде тоже. По поводу возвращения этого аккорда тоже сами смотрите. Это мне показалось, что это может быть ярко. Ну да. Да. Вот. И опять же тоже у вас мецофорте, я бы взял на форт его просто, не побоялся бы в начале. А здесь более вкратчиво не мецопиано, а прям такое тихое пиано, а потом идущее в крещение именно это. Да? Ну да. Ну да. Ну хорошо, давайте дальше. Эту я написал два года назад. Хорошо. Это такой переходный момент того, что было, к тому вот, что, например, на том листе было. Да. Ну 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 да. Вот. Хорошая часть. Значит, смотрите. я вижу что вы здесь у вас идет точные два такта да а вот попробуйте сейчас сделать такую вещь а у вас еще здесь прибавляется до продлите это знаете плюс вот вас здесь если у нас посчитать сколько у нас идет раз два три четыре четверти да а попробуем сделать так раз два три 4 5 6 7 то есть чтобы это было чуть более ощутимо больше попробуйте сейчас сейчас не важно какие ноты главное продлить да вот я это я в общем забыл просто набрать точнее я понимаю что так вот должно быть хорошо давайте сначала здесь знаете что здесь не хватает опять же динамические вещи попробуйте сейчас это играть вы это играть сейчас чуть ли на мецефорте на пиани си мы сыграть и одессе суммета мецефорте то-то-то-то и тему выделить эту она появляется из-за этой фактуры она как бы немножечко другая вот попробовать сейчас совсем тихо еще раз два три четыре пять еще еще две четверти до добавить попробуйте вот ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хорошо. Теперь смотрите следующее соображение. Вот у вас здесь каждый раз в начале такта вы прямо вот даете понять, что вот первая доля, и вот первая доля, и вот здесь, и вот здесь, и вот здесь. Попробуйте сейчас в начале дать без вот этого, а сразу начать, да-да-да-да-да-да, да, вот сразу. Причем, смотрите, вот здесь вот даже рету уберите, одна ля начнется, а это отсюда, подхватит. А здесь уже как есть. Так, попробуйте сейчас. Конечно. Когда вот это звучит противовес вот этой паузе, это звучит противовес этой паузе, и тогда получается менее очевидное начало. Более таинственное, более неожиданное. Понимаете? Да. Вот. Дальше. Что еще хотел сказать? Вот остерегайтесь приседать на сильные доли, только если это не какой-то специальный эффект, когда надо вот прямо их повторять так, чтобы это, ну... Вот. А в принципе, старайтесь как-то вуалировать их. Вот эту ми можно прям-таки вот убрать, потому что это как раз приседание сильно... Если вам этого хочется, значит просто необходимо. Ну, это я расслабляю ваших слов, но в том, что я так и сделаю. Как бы можно было сделать, а не для этой пьесы, а сейчас попробуем тоже поимпровизировать. Вот у вас довольно запоминающийся вот этот вот материал, благодаря квартам еще. Вот. И есть вот этот материал, да, более контрастный. Попробуйте сейчас сделать такую вещь. Грубо говоря, материал А, материал Б. И снова попробуем здесь. Это уже кода у вас явно по музыке пошла. Да. Попробуйте сейчас вернуться к этому материалу. Ну, подать его несколько иначе. Возможно, это будет либо ниже регистр, либо выше. И вернитесь к чему-то еще. Может быть, даже к этому. Только не так. Вопрощение. И заверните уже в код. Только второй раз, когда будете повторять, может быть, это будет более интенсивно. Так? Попробуйте. Значит, в общем, это проводится, потом снова это. Это только в измененном виде, может быть, более... Ну да, в случае того, что мы вот сейчас сделали. Попробуем. Поехали. Попробуем. 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 Смотрите, что я здесь сделаю. Вот здесь мы заметили что-то. Что? Тридцать вторую. А, смотрите, я бы вот здесь сделал такую вещь. Во-первых, это лучше. Песа становится масштабнее. Смотрите, вот здесь сейчас, не пожалейте вот этот такт, перейдите сразу отсюда вот сюда. Попробуем сейчас. Пока вот его сделаем, начните где-нибудь конец этого. Подио дашь? Да, конечно. Это лучше. Это лучше. Понимаете, вы, вот если проанализировать какие-то моцартовские или гайдиновские темы. Особенно гайдин, наверное, и Моцарт. Не битхойн, а гайдин или Моцарт. При внешней восьмитактовости там чёрт много сломит, что происходит с моментами. Иногда даже непонятно, как композитор намеренно ломает какую-то привычную структуру. Это гораздо, получается, музыка начинает искрить, что ли, когда у вас есть такой вот нарочитый изъян какой-то. Здесь сделали так, а здесь один такт. Понимаете? Это гораздо. Сейчас вы немножко сыграли торопливо. Попробуй сейчас не торопиться вот здесь вот. Я бы вообще здесь сделал постепенно роленданде. Давайте ещё раз. От сих пор, да? А сейчас, знаете, что попробую сделать? Вот у вас в основном здесь почти нет каких-то чистых аккордов. У вас связано как-то со структурой либо кварта, либо диссонанса какого-то, да? Вот. Вот вы здесь приходите к фа минору, который в данном случае, это вообще, вот он-то и есть диссонанс тут, на самом деле. Попробуйте сейчас сделать это не восьмую, а, скажем, четверть с точкой пришли к нему, понимаете, да? Да. Попробуйте дать возможность услышать этот фа минор, иначе он у вас тут же тонет. Попробуйте. Не трогайте. Ну-ка, видите, вот ещё вот такой? О, ещё, вы? Не торопитесь, конечно. Нет, так вот здесь. Это лучше гораздо. Оно неожиданнее звучит. Тогда мы услышали, иначе вы берете этот аккорд, а тут же его замазываете этими нотами. Тогда логика в нем пропадает. Знаете, Кузьма Александрович, у меня прямо сейчас возникла мысль, имея ровно тот же материал, и с учетом того, что мы сейчас обсудили, написать эту пьесу заново, поскольку помимо того, что мы сейчас обрели, есть вещи, которых я бы хотел... Ну, сделайте редакцию. Я с удовольствием. Пьесы хорошие, и пока все три, они вполне достойны, чтобы их исполнять на сцене. То есть вы уверены в этом сами. Это хорошо. Но их надо просто какие-то вещи делать. Давайте попробуем. Ну, вот есть, да, то, что вот вы говорили, есть такие вещи, которые надо железобедон прямо сделать. Я, в общем, да, действительно подумаю над этим, и надо будет как-нибудь отредактировать. Итак, поехали. 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 сейчас сыграть ее ровно и гораздо медленнее. Со всей той динамикой. И здесь, и здесь, и здесь. Посмотрим, что получится. Только не ускорять. И более плавно. Я понял, что надо сделать. Смотрите, вот это все, сейчас динамику все убираем и делаем пианиссимо, крещендо. Где у вас кульминация? Где-то здесь. Вот сюда. А здесь вот фартиссимо. Распределите силу так, чтобы вам хватило. И до этого надо гораздо тише начать. Гораздо тише. Очень тихо. И пока держите, не делайте крещендо. И так далее. Не делайте берутся. Да. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну хорошо Прекрасно У нас есть еще время Давайте посмотрим пьесу одну Давайте с превеликим удовольствием Я прям представляю Вот в том, над чем я сейчас работаю Просто как-то по новому Наверное даже взгляну Очень хорошо Понятно, что О штрихах ты по-любому заботишься Ну да, у нас будет Видите, по новому боку Тем не менее Знаете, Бриттин Соната для виолончели и футбляра Да Замечательная вещь Вот мы немножечко поговорим о работе над материалом На примере Вот Его произведения У нас сейчас нет совершенно задачи Исполнять или еще что-то А я покажу какие-то фрагменты Как он работает над этим Сам Бриттин говорит соната ин до То есть для него это до Непонятно, до мажор, до минор, но тем не менее до Мы знаем, у хиндемита так же Он обозначает Так вот Соната в до И первая часть начинается Это диалог В чем же диалог между виолончели и фортепиано Оно, кстати, для Ростроповича написано Вот Итак, во-первых, обратите внимание Как у него записаны штрихи У Бриттина Пианиссимо Это вверх с мячком каждый раз У шпица Потом это диминуэндо Это крещендо Диминуэндо опять крещендо И вот это Значит, у нас идет Интонация Которая идет то на сильное, то на слабое А именно, вот у нас первая нота Для Бриттин это тема Еще раз Дальше Видите, как постепенно раскрывается диапазон, регистр инструмента И кроме этого У нас здесь есть только два вида материала Это одинокая нота и секунда Все, что связано с идеей секунды А у фортепиано, что мы видим Буквально Такие немножечко утяжеленные терции И ходы тетраккорд вверх Тетраккорд вниз Идея вот такая Что у нас здесь Если взять редукцию Получается И здесь Да, тетраккорд вверх Его обращение Мы посмотрим, что с этим Бриттин делает Уже имеет только вот этот материал Который кажется нам Вообще, можно сказать, что Ну, совсем Максимально простой Да? Как же Бриттин преобразует этот материал? Вот И при этом у нас получается здесь Диалог между виолончелию и фортепиано И так же виолончели Видите, он все время сбивает непонятно где сильная доля Он все время происходит какой-то вот Такой поиск, что ли, этой сильной доли И все время какие-то ирегулярности есть в партии фортепиано Дальше У нас идет Как бы второе предложение Смотрите, что Вот это у нас Мы можем сказать, что Идет основная Как бы тема Да? И Насколько здесь уже Разработан Диапазон инструмента Да? Вот У нас идет От Си бемоля До До То есть он уже раскрыл От низшей точки до Весьма высокой ноты Да И то же самое фортепиано И видите, у фортепиано Если он берет принцип в начале вот этого И он его больше не отпускает Все аккорды Именно такого строения То есть ему новой структуре не нужно Достаточно для того, чтобы вот это произношло было Да? Вот Но здесь уже понятно, что он находится Следующий раздел Анимато Здесь все сыграть невозможно Одновременно Но вот у нас есть такая бурлячая фактура Вторую фортепиано Вот И у биолончели Откуда этот у нас интонация? Именно с начала Да? Вот это вот Тоже да Только теперь это ино Иная музыка получается Выдержанный в частности Да, но корни там находятся Видите? Да То есть он преобразует этот материал так, что он становится другим И то же самое партия фортепиано Посмотрите Вот эти тетрахорды И здесь Просто больше пластов получается в обеих партиях Конечно Но принципы то же самое Он больше не действует Да 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 И вот эта фактура Появилась Это такая динамическая часть И ее Следующий этап Это вот Цифра 2 Посмотрите Видите в виолончели Что у нас Что у нас Может сделать побольше Некомфортно Да Спасибо вам Вот Откуда это тоже Та-та-та-там Вот этот вот Да И вниз Причем он Видите? С перебором Открытой струны У нас С одной стороны Триоли С другой стороны По две ноты Видите? Как-то скрыто внутри Вот И партия рояля Откуда эта музыка? Это Опять Если мы сыграем Да Вот эти аккорды из начала И это тоже Конечно Только теперь Действительно аккорды И вот этот аккорд Да Помните? Вот Вот Боритин кстати говорил Что это крик чаяк Вот Интересно Да И выписанное замедление Видите? Вот И вот он опять возвращается К этой К ноте Одиночной И дальше Что-то вроде Побочной партии Музыка Да Опять же Что это у нас? Страх Музыка И в конце И в конце И кстати очень лаконично Вот он одну фразу провел Да Потом вот Сопоставление с этим мажорным трезвучием И дальше По классике просто Меняются материалом Виолончели ведет вниз Фортепиано наверх И здесь у нас И окончания Больше не нужно Очень лаконичное высказывание Не надо лишних повторов И здесь у нас Он просто идёт вариация на тон ми и дальше часть идет разработка разработки здесь мы видим как он работает над всеми этими элементами опять как бы начинает сначала и здесь прямо есть у него и идея имитации вот как здесь виолончели и так далее да но опять же разработка максимально вот этого принципа аккорда вот здесь у нас одна из кульминационных зон и мы попадаем снова в тон ми и вот у нас тут видно как он с ним работать вот это вот наше начало да то есть катере оно приобрело совершенно иные черты вот и дальше мы пойдем постепенно к репризной части но опять же на основе какого материала и попадаем собственно в реприза а вот реприза как говорил юрий николаевич холопов раздел который не повторяет экспозицию шутил всегда так собственно не повторение а у нас теперь происходит перевоплощение тем изменениях сути если у нас это было так да и это было одноголосие а рояль этому противостоял своими торцовыми аккордами просто посмотрите что происходит с тема квинта чего не было то есть качество вверх фортепиано играет во вторых это из одноголосие перешло в аккордовые да а у виолончели что то что играл фортепиано играет веолончели с изменением уже и здесь кстати то что нет на начале появляется у нас вот как раз вот этот вот тон до который говорит что мы находимся в дом да и здесь даже похоже на то мажор и вот происходит это развитие этой идеи и у нас значит вторая тема побочной партии которая основана тетрахорде если вы помните виолончели сначала играла восходящую линию а фортепиано нисходящий потом наоборот здесь наоборот сначала виолончели сходящий фортепиано восходящий и потом наоборот но в общем у нас видите на тоне до мыслит это как до одиночные ноты вот и кода кода у нас явно притягивает кто то есть он выравнивает эту линию и переводит ее вот просто восходящую такую до лестницу и приходим сюда к сложной тонике сложная тоника потому что здесь у нас помимо этого у нас еще есть воно в общем она выглядит и виолончель уходит на флажолеты на абертонную шкалу вверх на струне до вот видите абсолютно это несмотря на то что это у нас середина двадцатого века да но абсолютно какие-то по-бетховенски решено точно ясно абсолютно да но при этом абсолютно мы нет ни едино сомнение что это бриттон у него прям светятся все его гармонии повороты мелодий вот и наглядно видно как он работает с материалом при этом когда это слушаешь забываешь про это потому что музыка она настолько здесь вдохновенно что ли что она нас несет вот когда анализируешь действительно значит мастерски сделанные произведения то понимаешь что все прямо параметры внутри просчитаны и и форма и гармония сочетание линии развитие линии и целостное впечатление эффект именно музыкальные да это уже энергия заложена внутри вот обычно такие произведения когда анализируешь у баха у чайковского маляра начинаешь понимать что как мощно это внутри сделано с точки зрения технологии и вот нам поэтому важно смотреть такие вещи чтобы ну немного заглянуть в суть их творчество ведь наш анализ он не совсем форма не совсем гармония совсем полифония как-то все вместе да вот но мы пытаемся рассмотреть как же композитор создал это от чего опирался от одной ну вот послушайте по свежим следам есть замечательная запись где рихтер с наталью гудман векабрьских вечерах вот то совершенно потрясающая запись здесь вообще все части очень интересные вот посмотрите обязательно хорошо да конечно ну ладно степан на сегодня мы закончим с вами все вам большое